Добрый день! Информационная служба канала ОРТ продолжает свою работу. Вы смотрите новости. 13 марта 2000 года произошло событие, которое надолго стало центральным во всех новостных лентах. Бойцы Центра специального назначения ФСБ захватили чеченского полевого командира Салмана Радуева. Живым и невредимым. Прошло все без единого выстрела и настолько стремительно, что сам Радуев осознал незатейливый факт, что он арестован только в самолете по пути в Москву. С тех пор прошло почти 20 лет, но обстоятельства операции и сегодня не разглашаются. Главное, что этот бандит находится в тюрьме, там, где ему и место. Ну, если рассматривать комплексы всех систем операций специальных, которые проводятся силами специального назначения, вот эта операция одна из самых сложных категорий. Тайны остаются и имена тех, кому довелось принимать в ней участие. Только через много лет и то лишь вскользь произносятся фразы вроде этой. Взятие Радуева огромную роль сыграло подразделение Вадима Гордеева. Позднее появились сообщения о том, что участники захвата Радуева получили правительственные награды. Был ли в числе награжденных сотрудник знаменитого спецподразделения майор Вадим Гордеев? Об этом не знает даже его жена. Он только приносил, а за что? Не могу сказать. Это медаль Суворова. Это медаль за мужество. То есть орден мужества. Не каждый может похвастаться. Это за какой-то подвиг надо заслужить. За очередной, тот, который стоил майору Гордееву жизни, он получил высшую награду страны, золотую звезду героя. Как и в случае с Радуевым, бандита тогда надо было взять живым. Но что-то пошло не так. Особенная сложность подобных операций в том, что преступника нельзя просто уничтожить. Например, из-за ценной информации, которую он владеет. В такие моменты в силу вступает формула любой ценой. Майор Вадим Гордеев, член элитного спецподразделения с позывным «Сирота», вошел в помещение, где засел террорист первым. И принял огонь на себя. Майор Вадим Гордеев Поздравляю. Это часы от правительства Российской Федерации. В этом фильме мы сознательно решили рассказать о жизни и подвиге рядового, по сути, сотрудника Федеральной службы безопасности. Простого русского солдата, честно и профессионально делавшего свою работу в очень тяжелое для страны время. Его имя и сейчас малоизвестно обществу в силу специфичности его профессии. По ходу съемок мы раз за разом пытались узнать, откуда у Вадима Гордеева взялся этот позывной «Сирота». Но никто, даже самые близкие друзья, так нам на этот вопрос и не ответили. Ну, честно говоря, почему «Сирота», я не знаю. Я не в курсе, честно говоря. То есть я уже потом себе этот вопрос пытался задать, но не знаю. Честно говоря, не знаю. Таких, как Гордеев, коллеги называли «постоянщиками», имея в виду то, что в Чечню они не в командировку на время приезжали, а служили непосредственно в охваченные боевыми действиями республики. Их уважали за огромный опыт, знание ситуации изнутри и постоянную готовность, собранность. О своем боевом товарище вспоминает действующий сотрудник боевого блока ФСБ. И по понятным причинам мы могли его снимать только со спины. С Вадимом Гордеевым я познакомился в июне 2000 года, когда я был рекомендирован управлением Федеральной службы безопасности у Чеченской республики. У меня было ощущение, что он знаком с половиной личного состава управления на тот момент. В дальнейшем просто я уже узнал, что Вадим со многими сотрудниками был знаком по первой кампании. Все, кто знал Вадима и по первой чеченской, и по второй, в один голос говорили. Он был весельчаком, балагуром. Душа компании. Человек, который моментально находил общий язык с любовью. Кто умел ободрить и поддержать в тяжелые моменты. При этом никто из тех, с кем он воевал плечом к плечу и спал в одной палатке, на самом деле о том, что было у него на сердце, на душе, понятия не имел. И он юморной очень. Он любил юмор. Это был его такой эзотерический бронежилет. Он на себя надевал такую маску балагура-хохмача. И с шуткой по жизни, достаточно непростой, он так и шел. Мы с Вадимом не так много говорили по душам. Так вот, чтобы сесть и глубоко поговорить, может быть, даже в жилетку поплакаться друг к другу, так не удавалось. Вот это я жалею, честно говоря. Наверняка куда лучше прочих мужа знала его жена Анна Гордеева. Но она и сегодня, спустя 15 лет после трагедии, хранит многое о своем супруге в тайне, оставляя это глубоко личное себе. Не желая делать общедоступным. Я бы не хотела это обсуждать. А потому ее интервью, короткие фразы, скупые факты, минимум эмоций. И все же в душе что-то переворачивается, когда на вопрос, что для вас счастье, молодая женщина отвечает воспоминаниям 15-летней давности. Помню, мы получили квартиру, сделали ремонт. Вадим был как раз дома, и такое солнышко светит. Мы легли на диван, он меня обнял, а с другой стороны подбежала Катя. Обняла. И как бы вот это ощущение счастья было. Конфетно-букетный период был коротким. Познакомились в электричке, проводил до дома. Взял телефон, позвонил. А через несколько месяцев уже сыграли свадьбу. Да, мы быстро поженились. Где-то месяца 3-4 мы поженились. И он знал, что хочет. После родилась дочь Катя. Сегодня все, кто знал Вадима, хором говорят про нее вылитый папа. И по характеру, и внешне. Такая вот память о погибшем отце взамен обычных детских воспоминаний. Что может быть страшнее, когда жена не может забыть, а ребенок отца даже и не помнит толком, потому что был слишком мал, когда того не стало. Помню, какие-то некоторые маленькие моменты из жизни, которые у нас случались. Помню, как он приехал. Привез слона огромного, красного. Просто огроменного. Которого больше не было. О том, что папа погиб, маленькая Катя тогда, в 2003-м, просто не сказали. Вадим Гордеев и так-то нечасто бывал дома. Сплошные боевые командировки. Так что Катя очень долго была уверена, что папа просто уехал в очередную. Но все равно она периодически спрашивала мать, а где папа? Скоро он вернется. Мать, где мой папа водил? Где папа водил? Ну, он еще сильнее вас. Он еще может быть. Трудно представить, чего стоило выносить это. Отвечать что-то спокойное и ласковое, не сорваться самой, не заплакать, пугая ребенка. Анна Гордеева готовила дочь к известию и осторожно. Издалека. Показывала какие-то фильмы сначала, типа, что о войне. Ну, как-то подводила к этому. Как-то мне не говорили долгое время о смерти отца. Уберегали, что ли. И я долго об этом не знала. Но потом как-то сказали, но я помню такое вспоминание, что у меня было впечатление, как будто бы просто прийти в Англии, забрал папу на небо и все. Он очень любил свою семью. Постоянно говорил такую фразу, которая присуща была только ему. То есть, дочка, лапочка, жена, красавица. Он так и говорил, жена, красавица и дочка, лапочка. Его слова. О сотрудниках спецподразделений, в силу секретности, с которой связана их профессия, и так-то тяжело собрать хотя бы какую-то информацию. А если уж человек еще и по характеру, такой, как Вадим Гордеев, закрытый, осознанно спрятавший свою сердцевину от внешнего мира, это и вовсе сложно. Каким он был? Чем увлекался? Что любил, кроме своей семьи? На руках опять-таки лишь разрозненные факты. Точно можно сказать, что Вадим обожал технику и в юности мечтал стать летчиком. Я даже удивлялся, что когда Вадим, значит, садился за бронетранспортер, он сам очень хорошо, активно водил машину. Говорят, даже самолеты мог водить и вертолеты. Он любил небо и хотел быть пилотом. Вот, он такой технарь, в политехе учился, потом был в Харьковском авиационном военном училище учился. Позднее окончил и военную академию. А потом вдруг взял, да и подал заявление на переход в спецподразделение. Теряя военную карьеру, отступаясь от мечты. Почему? Что стало толчком? Те, кто знал Вадима, говорят, считал это правильным. Думал, что в столь тяжелую для страны пору, во время войны, которую было принято аккуратно называть антитеррористической операцией, он должен быть на острие, делать то, что умеет лучше всего, хранить и защищать. Он совершенно сознательно пошел в органы безопасности, совершенно сознательно выбрал самое тяжелое направление службы, это подразделение специального назначения. И, вне всякого сомнения, он осознавал важность той работы, которую он осуществляет. Никогда мы не говорили о наградах, чинах, званиях. Он говорил о другом. Когда он мне показал первый раз свой дом, жену и дочку, он говорил о том, что хочется поднять семью, чтобы были жилищные условия другие, чтобы ребенок все имел, что требуется ребенку для образования, отдыха. Вот про это он говорил. Абсолютно человеческие желания. Всего несколько лет назад развалился Советский Союз. Перестройка перемолола экономику, а попутно и благосостояние огромной массы людей. Военные и их семьи и вовсе оказались в загоне. И речь не только о малых зарплатах и отсутствии нормального жилья. Мало кто знает и помнит, в каких условиях тогда приходилось воевать. Все вызывало, мягко говоря, недоумение профессиональных бойцов. И бытовые условия, и средства связи, и боевое снаряжение. И это замечали даже военные корреспонденты, освещавшие события в горячих точках. Мы жили на территории бок о бок с ними. При том всем, что они офицеры, кто капитан, кто майор. Они жили в палатках, причем там одному-то тесно было в палатке, они по 10 человек жили в этой палатках. Это когда я заглядывал в эти палатки, они приглашали к себе, давай, говорят, чайку попьем. Я еще удивился, как очень, так сказать, неожиданно для меня и не очень, как бы, по-граждански выглядывали домашние тапочки из кровати. С особой жестокостью бандиты относились к сотрудникам органов безопасности. На них просто была объявлена охота. В один из дней с оперативного задания не вернулись два офицера. Их искали и обнаружили изуродованные тела чуть позднее в Грозном. Сергей Моисеев, один из погибших, был близким другом Вадима Гордеева. Дружба на войне – это нечто большее, чем на гражданке. Люди становятся братьями по оружию. Их чувства скрепляют общие переживания, общая опасная работа, гибель товарищей. Неестественная обстановка делает людей другими, искренними, настоящими. Их сердца бьются в такт, и гибель одного – маленькие смерти для другого. Мир становится беднее, безжалостнее, несправедливее. Журналисты, бывшие в то время в Чечне, уговаривали Гордеева рассказать о друге, но Вадим был непреклонен. И вдруг открылся, и тем самым отдал долг памяти. Серега давно здесь был. Он приехал еще на первую войну, всю прошел. И сейчас на вторую приехал, тоже на всю собирался. Только вот не разбирается, когда кого убивают на войне. А дома, считай, вот осталось сейчас. И дети остались, и жена осталась. Многие боятся их. А Серега не боялся, он приезжал и работал. Действительно, сегодня, с позиции нашего времени, трудно представить, что наша армия, элитные части спецподразделений, вошли в чеченские события 90-х годов неподготовленными, необеспеченными технически. По-видимому, в те далекие годы, руководство страны все же не до конца понимало, что в Чечне приходится иметь дело не с локальным конфликтом, а с настоящей войной с международным терроризмом. И цель его – развалить и уничтожить Россию. Война до бесконечного конца. Если не хотят, не хочешь Россию признать Чечню, значит, ни Чечни, ни Россию. Мы уничтожим Россию. Чеченское управление стало формироваться в начале 2000 года, насколько я помню. Первая штатная экипировка для спецподразделений пришла только летом 2002 года. До этого была форма одежды 8. Маленькая, но жизненно важная деталь. Бронежилеты того времени были очень тяжелыми и неудобными. И если спецназовцы, отправляясь на задания, их носили несколько часов, то спина болела адски. Можно было и без ранения травмировать позвоночник. Не было и привычных сегодня броневых щитов, которыми прикрываются бойцы, идя в атаку. Самое интересное, что те бронежилеты, которые у нас были штатные, я уже впоследствии списанные бронепластины испытывал на полигоне. Прошиваются, пробиваются замечательно. То есть это больше была такая психологическая защита, эти бронежилеты. Сейчас бронежилеты, которые стоят на вооружении в органах ФСБ, они совершенно другой класс защиты имеют. В тот период я характеризовал обстановку на Северном Кавказе оперативную, оперативно-политическую, военную обстановку, как стабильно сложную, стабильно тяжелую. А ведь спецслужбы России в ту пору еще только-только начали восстанавливаться после практически полного уничтожения, через которое их провели в начале 90-х. Элитные подразделения, в которые бойцов отбирали поштучно, со всей огромной страны, тренировали и обучали годами, были банальным образом разогнаны. Чего этим хотели добиться, не стоит даже гадать. Достаточно выяснить. В разжигании военных конфликтов в Чечне приняли участие спецслужбы всех ключевых западных держав. Неоднократно фиксировался. Иностранные наемники задерживались. И факты финансирования за рубежа со стороны спецслужб различных государств. Соединенные Штаты, Великобритания и страны Среднеазианского региона. Добавим к этому еще и деструктивное вмешательство околовластных жучков, по сути дела пятой колонны, оказывающей громадное воздействие на внутреннюю политику руководства страны. Полевые командиры, иностранные наемники были неуловимы до тех пор, пока они кому-то были нужны. До тех пор, пока к ним не относились всерьез. Такой театр марионеток был не только на Кавказе, но и в Москве, когда в период приватизации рвали на части силовые ведомства и в первую очередь органы государственной безопасности. Менялись названия, менялись руководители, и в том числе были ликвидированы силы специальных операций, спецназ. За небольшой период на Лубянке было порядка девяти кардинальных реорганизаций. По мнению аналитиков, каждая такая перетреска – это примерно 50% потери оперативных возможностей, 30% потери личного состава. С уходом одного специалиста теряются десятки агентов, доверенных лиц, исчезают целые каналы налаженной информации. Они восстановлены, находятся под очень пристальным вниманием руководства в плане подготовки, выделяются все необходимые силы и средства для того, чтобы они были эффективны и действительно. На сегодняшний день я считаю, что наши спецназовцы самые сильные в мире. К счастью, спохватились вовремя. Ведомства, которые теперь носят имя ФСБ, стали спешно восстанавливать и укреплять. А вместе с ним и силовой блок спецподразделения, на сегодня объединенный в Центр специального назначения. 6 января 2003 года, канун Рождества. Вадим Гордеев и его подопечные в отменном настроении. Только что они встретили Новый год. Из массы пожеланий друг к другу упор делали на здоровье и семейное счастье. А в полночь прозвучала команда в ружье. Пришла информация, что известный полевой командир, один из самых кровожадных бандитов, на совести которого десятки российских солдат и офицеров, Аюк Тунтуев, в сопровождении небольшого отряда появился в селе Победенское, недалеко от Грозного. Схема его дома, инженерных коммуникаций, дворовых построек была изучена вдоль и поперек. Бандиты ждали и готовились к захвату. В своих бойцах Гордеев был уверен. Все шло четко по проверенному сценарию. Вошли на территорию, тихо сняли охрану и вплотную подобрались к объекту, ночевавшему на женской половине здания. Подрыв двери и в проеме первым появился Вадим. Он был уверен, что преступник не осмелится открыть огонь, подставляя своих родных и близких. Мы не можем, в жилого сектора тоже ведется огонь. Все, мы уже здесь с кальпетчиками, с кальпетчиками. Где помощь? Срочно помощь нужна. Многие из тех, с кем мы говорили, раз за разом повторяли. Если бы на майоре Гордееве во время очередной операции по штурму адреса был бронежилет нового образца, или хотя бы имелся в руках щит, он вполне возможно остался бы жив. В тот день, 6 января 2003 года, мы проводили тоже мероприятие. Поздно вечером. И мы приехали. Вечером, когда мы уезжали на мероприятие, уже прошла информация, что на белом угле 300-й, то есть раненый. Мы даже так, в шутку, ну, 300-й, ну, скорее всего, будет все нормально. Достаточно мрачновато так пошутили. До этого, мол, сироте в задницу прилетело. И уехали. Когда мы вернулись с мероприятия, ребята подсказывают, на белом угле 300-й, 200-й перешел. То есть раненый в бою сотрудник скончался. Вадим Литвинов, движимый скверным предчувствием, буквально побежал туда, где обычно вывешивали фото погибшего. Ставили под ним по традиции поминальную рюмку водки и клали кусок хлеба. Добежал и не поверил глазам. И там Гордеев Вадим Александрович. А ребята еще после мероприятия приехали, наши, разгоряченные еще что-то такие, на взводе, смеялись некоторые, даже еще не успели экипировку снять. Я подхожу к химику, говорю, химик, стирота погибла. Он, конечно, меня так трехэтажно сказал, что он по этому поводу думает, что он мне не верит. Мы не могли в это поверить. Об этом нам говорили многие. Невозможно было поверить, что это произошло именно с Вадимом Гордеевым. Он был опытным, умным бойцом с отличной интуицией. Командиром, который умел даже патовую ситуацию обернуть успехом. Но случилось то, что случилось. Две пули угодили в Гордеева. Одна в ногу, другая в незащищенный жизненно важный участок корпуса. А потом террорист бросил гранату. Если бы она взорвалась, как и было задумано, погибли бы многие. И бойцы, и товарищи Вадима. И дети, и женщины, за спинами которых прятался террорист. Вадим фактически, будучи уже смертельно ранен, обезвредил бандита и не дал возможности подорвать гранату. Вадим еще был жив, хотя у опытных бойцов сомнений не было. Дела плохи. Оставалось лишь надеяться на чудо, но оно, увы, не произошло. Майор Гордеев скончался раньше, чем медики смогли оказать ему помощь. Смерть настигла его в двух шагах от госпиталя в Моздоке. Куда его так и не успели довезти. Больше всего на свете ценю врачей. Саму идею Гиппократа служить людям. Клятва медиков сродни религии. Эти слова принадлежат Вадиму Гордееву. После его гибели кто-то скажет, что он и умер-то на пороге Моздокского госпиталя только потому, что не хотел вешать на совесть врачей свою неизбежную при подобных ранениях смерть. Мрачная шутка, но Вадим к врачам действительно относился с особым пиететом. И потому, что понимал значение их помощи для людей, его специальности. И потому, что любимая жена, мать его дочери, Анна Гордеева, по специальности, тоже медик. Он погиб 6 января ночью, ну, вечером поздно. А сказали мне 7 января, я собиралась в гости, я была в хорошем настроении, Рождество. Но вечером было как бы такое, как-то душа не на месте, как-то так тосклило. Как раз какой-то такой фильм показали, печальный, и как бы так не по себе. Ну, потом это все прошло. Друзья, к которым Анна и пошла на рождественский ужин, помогли развеяться, как-то успокоили. А утром в дверь квартиры Гордеевых позвонили. Ну, он обещал перейти на более такую спокойную работу. Он же закончил институт, академию, и обещал, что я буду все ходить в белой рубашке, приходить каждый вечер домой. Но, к сожалению, так и не получилось. Пришли его соратники, сотрудники, сослуживцы. Когда я их увидела в дверях, я все поняла. Ну, мы поехали на похороны, нас не хотели отпускать. Мы просто заявили, как хотите, мы сами соберемся и уедем. Руководство пошло на встречу управления. Мы оформили рапорты на отгулы и поехали на похороны. Людей собралось немало. И все коллеги Вадима Гордеева, все, с кем ему довелось идти под пули, в поминальных речах говорили, что погиб светлый, жизнелюбивый человек. Талантливый офицер, которого при ином стечении обстоятельств наверняка ждала бы блестящая карьера. На этой любительской записи, сделанной буквально за неделю до гибели, Вадим Гордеев жив, балагурит, шутит и поет со своими друзьями. Очередной Новый год на войне. Вадим, как и все, загадывает желания, конечно, связанные с мирной жизнью, в кругу своих любимых дочки и жены. Но даже в эти очень мирные моменты думает о службе, прокручивая в голове различные сценарии спецопераций. Он пытался, скажем так, внести изюминку при любом мероприятии. Пытался предугадать, какие противодействия мог бы противник оказать в случае, как говорится, если по нему будут работать. Прекрасные данные для командира и совершенно необходимые для того, чтобы любая начатая под его руководством или по его приказу операция прошла с наименьшими потерями. Ведь для командира нет ничего сложнее того, чтобы посылать людей вполне возможно на смерть. Но просчитать все варианты, к сожалению, не всегда бывает возможным. И, конечно, это большой груз ответственности. Это на совести руководителя, как правило. Лежит смерть подчиненного, если таковое случается. Хотя, может быть, фактически руководитель и не виноват, но я не видел ни одного еще начальника, который готовил подобную роду операцию, посылал людей, чтобы потом его не терзали сомнения, не мучило совесть и так далее. И не преследовали сны, в которых раз за разом видятся лица тех, кто воевал рядом с тобой, а после погиб. К сожалению, погибло много моих боевых соратников, подчиненных. Вспоминаю абсолютно всех. Это очень тяжелая утрата. Первое время после трагедии Вадим часто снился и жене. Кому, как не ей. И каждый раз погибший муж в этих видениях являлся Анне таким, каким был в жизни. Веселым, светлым, любящим. Снился вначале, снился. Ну, как будто он возвращается, все так, все зеленое, солнце светит, и он возвращается. Ну, как он возвращался с командиров, тут он тоже возвращается. Такие какие-то счастливые сны всегда снились. Анна Гордеева и сегодня уверена. Годы, прожитые с мужем, были в ее жизни самыми счастливыми. Жаль только, что Вадим не любил фотографироваться. В итоге снимков в семейном альбоме совсем немного. На них Вадим разный. Веселый и грустный, задумчивый. Такой, каким бывал по возвращении из командировок, из зоны боевых действий. Особенно, если там гибли товарищи. После его всегда приходилось аккуратно выхаживать, выводить из мрачного настроения, из той особой собранности, что присуще солдатам на фронте, возвращать обратно, в мирную жизнь. Мог приехать такой, сам в себе, очень напряженный, а потом отходил и становился обычным, веселым, разговорчивым. Вообще, они люди очень, как бы сказать, невосторшенные. Я даже не знаю, как. Вот и Вадим был такой. Мы элита, мы лучшие. Я, будучи его младшей, более прагматичная и более так относилась. Ну, спокойно, да. А он, как бы, очень любил свою профессию, очень так это все восторженно воспринимал. Вадим называл свое родное ведомство филармонией. И говорил о нем так. Филармония для меня – это гармония мозга и сердца. Это когда душа дружит с головой. Может быть, звучит действительно очень восторженно, даже возвышенно. В духе русского офицерства, которые так активно пытались истребить в эволюционные годы. Но он все равно остался жить в советской, а теперь уже и в российской армии и спецслужбах. Анна Гордеева почему-то была уверена, что после гибели мужа все о нем забудут. И о его семье тем более. Наверное, потому что такие уж были в ту пору времена. Конечно, не было сомнений, что близкие друзья Вадима не оставят. Собственно, это стало совершенно очевидно сразу. Вадим Литвинов даже сделал Анне совершенно деловое, как она считает, предложение. Руки. И ведь не скажешь сердца. Хотя и было все предельно искренне. Просто тоже у него, как бы, он считал, что это, как бы, такая традиция жениться на погибшем, на жене погибшего друга. То есть у него, как бы, как это, как долг, или как... Ну, он просто предложил. Поддержку. Просто поддержку. Анна предложение отвергла. И Вадим отказ принял, но семью без поддержки не оставил. А когда у него родился сын, назвал его Гордеем. Именем удивительно совпадающим с фамилией друга. Вот когда сказали, это было давно достаточно. Я такая, о, ничего себе! Сына назвали все из моего отца. Я загорелась жаль, назвали свой сын тоже Гордеем. Ну, что-то такое желание есть, на самом деле. А вот в том, что столь же долгой будет память о почившем офицере у руководства ведомства, и уж тем более страны, у Анны Гордеевой были серьезные сомнения. Однако вскоре после гибели мужа она получила официальные письма, в которых ее, помимо прочего, приглашали в Кремль на церемонию вручения наград погибшим героям. Все было продумано нам. Предоставили билеты, номера, в отеле. Нас сопровождал человек. Все полностью было рассчитано по минутам. Сопровождали нас, привезли. И все как вручал, да, президент Путин. Нас было много. Я очень попросила, чтобы Катя была на это мероприятие и разрешили. А ей было тогда лет шесть. По-моему, они наградные от председателя правительства Российской Федерации. И вновь Анна была уверена. Уж теперь-то, когда формальности соблюдены и подвиг достойно оценен, на этом точно все. И опять ошиблась. Потерянных боевых друзей мы не забываем и всячески пытаемся рукавечить память. Ну, различным образом. Вот, коллективы, в которых служили сотрудники, всячески поддерживают семьи погибших наших коллег. Вот, оказывают всестороннюю помощь и моральную, и бытовую. Так, 16 апреля 2016 года во дворе средней школы номер 3 микрорайона Павлина в подмосковной Балашихе дети и сотрудники спецподразделений, действующие и ветераны высадили Сиреневую аллею. 16 кустов, а рядом 16 табличек с именами тех бойцов, что погибли, выполняя свой долг. Среди них есть и имя Вадима Гордеева. Их-то они тоже погибли, но они спасли чуть-чуть другую жизнь. Они спасли другие семьи. Такому отец сделал свое время. И да, остался бы он, но погибли бы другие. Ну, ничего не знаю, самопожертвование какое-то. Ну, он бы хотел, чтобы случилось именно так. Заканчивая съемки этого фильма, мы задали и жене, и дочери один и тот же вопрос. Если бы нужно было охарактеризовать отца и мужа одним словом, каким бы оно было? И они ответили одинаково. Мужественным, ну, о мужественности его каких-то сомнений нету? Мужественным. Он все брал на себя. Можно ли так же, мужественное, охарактеризовать женщину? Любой военный человек ответит да. При этом, прежде всего, имея в виду своих матерей и жен. Потому что офицерские жены сильны, привыкшие ждать и терпеть, психологически готовы и к любым испытаниям и тяготам. К любым, кроме известия о смерти любимого человека и к жизни после, когда о нем осталась лишь память. Утешает лишь то, что она короткой, как боялась Анна Гордеева, не оказалась. А ее мужа и других офицерах и солдатах, отдавших свою жизнь за мир на родной земле, не забудут никогда. Когда уходит из жизни такой надежный защитник, конечно, детям очень и очень трудно. Я очень переживал за Катю и очень переживал за Анну. Недавно я ей задал вопрос, я говорю, Ань, я ее уговаривал на интервью, и говорю, Ань, а чего вы такая красивая, до сих пор посмотрите, какая вы замечательная женщина, а чего вы замуж-то не вышли? Никого не встретили? Она так долго, пауза такая была, говорит мне, я его до сих пор люблю. Майор Гордеев погиб в ту пору, когда Россия еще только начала выкарабкиваться из сложности перестроечного периода. Друзья вспоминают, что Вадим любил говаривать, на моем поколении закончится советская власть. То есть уйдут те, кто был не только рожден в СССР, но и получил при советской власти образование, обрел дорогу в жизни. Сожалел ли Гордеев о гибели страны, крушению которой он стал свидетелем? Конечно, да. Однако мысли о том, чтобы уйти в отставку, отказаться от служения родине, никогда не возникало. Такой он был человек. Гордеев 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 Субтитры создавал DimaTorzok